Приветствую вас! Мне бы очень хотелось узнать, какого именно ответа вы ждёте от нас, от психологов. В том смысле, в том смысле, что вы правда не понимаете, что происходит? Или вы просто, может быть, не хотите понимать, не хотите принимать, потому что это болезненно для вас? Вы правда думаете, что в этой ситуации можно кого-то заставить? Вы правда думаете, что нужно кого-то заставлять мириться там или что-то ещё? Если вы правда так считаете, то я подогреваю, что у вас есть ряд личностных проблем, которые необходимо разбирать. Потому что ваш парень, это человек, ваш будущий муж, это человек, который страдает ревностью. И ревность, ну, для него ревность, это очень серьёзная проблема. То есть, ревность и его ответственность. Но он перекладывает эту ответственность на вас и считает, что вы виноваты в том, что происходит. При том, что вы, как справедливо вы заметили, ничего плохого не сделали и сделать не могли. И исходя из этого, исходя из этого, вам нужно для начала определиться со своими ценностями. Если вы считаете, что мужчина, ну, ваш будущий муж вправе так себя вести. Если вы считаете, что парень не вправе так себя вести, если вы считаете, что для себя такое отношение неприемлемым, то, соответственно, ему нужно ставить условие, что либо он обращается к психологу и работает со своей ревностью, либо вы от него уходите и никакой свадьбы, никакой семьи не будет. Вот, потому что ревность, она действует подрастающе, в том плане, что, если, например, не будет общаться, значит, муж, так, муж вашей родной сестры, да, с бывшим парнем, вашим, если они будут общаться, то ваш молодой человек на этом не успокоится. Молодому человеку будет постоянно мало, ему будет требоваться больше и больше и больше и больше, вот. Ну, к сожалению, именно так работает ревность, и она, к сожалению, не уйдет только от того, что кто-то перестанет с кем-то общаться. Я думаю, что вы так же это понимаете, я думаю, что вы так же это понимаете хорошо. Ну, что-то мне подсказывает, что вы хорошо это понимаете, хорошо это понимаете, вот. И, соответственно, соответственно, пойдя у него на поводу сейчас, вы обеспечите, по сути, развитие всех ваших отношений дальше. То есть, вы обеспечите постоянный контроль за собой, у мужчины. Вы обеспечите постоянное подозрение, значит, вас, мужчины. Ну, и так далее, и так далее. То есть, понятно, что отношения, они выстраиваются на доверие, но здесь доверия нет никакого, здесь доверием и не пахнет. И вы это понимаете. Поэтому решать вам, выбирать вам, если вы выбираете для себя отношения такого типа, если вы выбираете для себя отношения, основанные на контроле и недоверии, то это ваше право. Но если вы считаете, что достойны большего, если вы считаете, что достойны того, чтобы, ну, чтобы выстраивать отношения все-таки на более здоровых основаниях, вот, то мне думается, что с этим мужчиной вам связываться не стоит, как минимум. Ну, просто потому, что ничего хорошего это не принесет вам. По крайней мере, при тех переменных, которые есть у нас с вами сейчас. Другое дело, другое дело, что серьезный вопрос вызывает тот факт, что у вас были отношения, вы их закончили. Теперь у вас новые отношения, они тоже складываются довольно-таки негативно. И надо сказать, что вряд ли это случайность, вряд ли это то, что произошло по совпадению. Скорее всего, это связано и связано с вашим поведением, с вашим женским поведением, с вашим социальным поведением, с вашим личностным поведением. Если вы хотите выстрелить нормальные отношения с мужчиной, выстрелить нормальные отношения с мужчиной, то я бы рекомендовал вам поработать именно над собой, над тем, как вы воспринимаете мужчин, что они для вас значат, какой, каким, точнее, каким вы наполняете их смыслом для себя, вот, и чего вы от них хотите. Ну, от мужчин, я имею ввиду. Вот. Это очень важно для понимания того, что с вами происходит. Вполне возможно, вполне возможно, что речь идет об определенном жизненном сценарии, который вы, сами того не осознавая, продвигаете в отношениях с мужчинами. Тем самым, обрекая себя на, ну, скажем так, на негатив, на деструктив, на неудачи. И пока это не будет выявлено, и пока вы не будете это контролировать, вряд ли ситуация изменится в лучшую сторону. То есть, у вас, то есть, у вас будут периодически появляться вот такого рода сложности, такого рода проблемы. Вот. И, соответственно, они будут вам мешать. Вот. Потому что то, что происходит сейчас, да, ну, то, что происходит на данный момент, уже можно назвать, уже можно воспринять как, скажем, проблему с вашей самооценкой. Вот. Потому что, ну, вы видите, что мужчина ревнует, вы видите, что ревнует совершенно отвратительно, безобразно. Вот. Вот. И вместо того, чтобы заявить о себе, вместо того, чтобы, значит, выставить границы, да, обозначить границы, да, обозначить границы. Вы вместо этого, по сути дела, значит, даете задний ход, соглашаетесь с ним. Вот. И в итоге думаете, как, как кого-то помирить. Хотя думать об этом должны не вы, а ваш молодой человек. Вот. Ну, и про ревность. Про ревность. Вы можете почитать в интернете, что это такое, откуда она берет свое начало. Ревность я имею в виду. Вот. И вполне, вполне может быть, что, узнав больше именно о ревности, вы будете лучше понимать, о чем идет речь и, соответственно, что происходит. И, возможно, вы уже не будете надеяться на то, что это пройдет после примирения. Вот. Следующий важный момент, который хотелось бы отметить, это ваша позиция по отношению к человеку. Позиция жертвы. Здесь мне бы хотелось, чтобы вы изучили треугольник Карпмана, или треугольник судьбы, как его называют иногда. Вот. И изучив треугольник судьбы, значит, получили бы представление о том, опять же, в какой позиции вы находитесь. И с чем это обусловлено, с чем продиктовано, и что с этим делать. Вот. И из треугольника Карпмана нужно выходить. Потому что, в противном случае, несчастья и негатива в вашей жизни станет больше. Вплоть до того, что вы будете вынуждены перестать общаться со своими родными. Вот. А нас будут контролировать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.